Вот это уже проблемы. Ожирение и риск смерти от рака. Например, средний вес тела, процент увеличения риска смерти. Если у вас вес выше среднего на 20-30%, это еще не конец света. Но если вы начинаете перевешивать на 40%, тогда у вас уже проблемы. И у женщин ситуация всегда хуже, чем у мужчин. А еще женщине нужно решить, где она перевешивает. Есть очень простой способ это сделать. Подойдите к зеркалу. Вот что нужно сделать. Посмотрите на себя и скажите, где мой вес расположен? В верхней части? Иными словами, хорошо ли я одарена здесь? Или я хорошо одарена здесь? Если основной жир сидит на ягодицах, то у вас в три раза меньше вероятность заработать рак груди, чем если этот жир сидит здесь. Это вам просто повезло. Тут вы ничего не сделаете. Итак, нерафинированные продукты могут предотвратить эти болезни. Бананы, картофель, бобовые, зерновые. Все эти продукты, частично обработанные, как, например, тофу, тоже очень хороши. Хлеб из цельной муки, орехи, семена, фрукты. Если вы имеете много такого в своем рационе, то у вас будет, номер один, фитоэстрогены. Номер два, нужные пропорции белка. Нужные виды белка, нерафинированные углеводы, никаких всплесков, ничего такого, что приведет вас к ожирению, даже предотвратит ожирение, предотвратит перекусы между едой. И это самые лучшие таблетки, которые вы можете принять в своей жизни. Начните привносить разнообразие, разнообразие, разнообразие в свою жизнь. И если найдете такой магазин, рвите туда. Затоваривайтесь, наслаждайтесь. И есть даже весело, когда закупаешься в магазине, как этот, правда же? Просто весело. А хватит ли энергии в этом, чтобы заниматься всеми делами в этой жизни? Вот две группы людей. Одни из них, они все атлеты. И одна из групп вот тут получает один тип питания, а другая, другой тип питания. Сверху это группа, у которой питание насыщено углеводами, а снизу группа, у которой мало углеводов. Это значит, они ели больше мясных продуктов, например. И вот они начинают тренироваться. Начинают утро с пробежки. Они на марафон тренируются. Заметьте, что когда они бегут, их уровень сахара или гликогенов в мышцах падает. Теперь они сжигают энергию в мышцах. Бегут. Она падает. А теперь идите домой, поешьте и расслабьтесь. Тот, что на углеводной диете, восстанавливается досюда к следующему дню. А второй восстанавливается только досюда. Второй день пробежек. Они встречаются утром. Этот уровень падает. Этот уровень падает. Опять восстанавливаются в течение дня. Этот доходит досюда. Этот досюда. Третий день. Вы замечаете, что разрыв между ними становится все больше и больше и больше? Но этот остается чуть ниже исходного уровня. А если этот прекратит тренировки за день до самого соревнования, до куда он восстановится? С легкостью до нормального уровня. Так или нет? Фактически, если он отдохнет два дня перед соревнованием, то сможет восстановиться до уровня даже выше нормального, в то время как этот дойдет досюда, досюда, и разрыв всегда будет огромный. Итак, две группы атлетов готовятся к забегу. Какая из них будет иметь большую выносливость? Верхняя, без всяких сомнений. Именно поэтому атлеты обязаны сидеть на высокоуглеводной диете, а иначе они не смогут состязаться в этом соперничающем мире. Итак, гликоген необходим для продолжительных занятий, и изнеможение вызывается снижением мышечного гликогена, а нам необходимо поддерживать этот гликоген на уровне. Труд, соответственно, использует его. А жир не способен произвести столько энергии, быстрой энергии, как гликоген. Она не так легко доступна. На длительном периоде, да, но сходу нет. Итак, 625 грамм углеводов в день ведет к максимальному восстановлению гликогена у атлетов. А теперь представьте, что у вас лишний вес, и вы хотите его снизить. Что вы сделаете? Скажите мне, что вы сделаете? Что говорят, какая лучшая тренировка? Занимайтесь бегом, так? Или идите качайтесь. Сегодня мы знаем, что это уже неправда. Я работал с этими заведениями, тренирующими спортсменов. Мы проводили исследовательские проекты, которые поражают в этой области. Я хочу вам сообщить нечто очень-очень простое. Если хотите снизить вес, если хотите снизить вес, если хотите сжечь жир, никогда не делайте энергичных упражнений. Вы не сожжете жир во время энергичных упражнений. Вы сожжете только гликоген, потому что это быстрое топливо. Вы понимаете? Если вы собираетесь усиленно бегать, чтобы снизить вес, вы потеряете гликоген, который вы восстановите с едой, но не потеряете ни одной капли жира. Так что же делать, чтобы снизить вес? Надо ходить. Ходите. Ходите настолько быстро, чтобы не пришлось переводить дыхание. Вот с такой скоростью надо ходить. Ходите по наклонной, чтобы вырабатывался легкий пот после долгой ходьбы, но чтобы не пришлось... Так вы освободитесь от жира. Если вы будете прилагать усилия, жир вы не сбросите, вы сожжете гликоген. Итак, даже 10 минут ходьбы в день лучше, чем тяжелые упражнения. И наука открыла, что короткие упражнения 20 минут, 10 минут в день дают такой же эффект, как и люди, тренирующиеся до изнеможения. Удивительно, правда? Поэтому, если хотите сбросить вес, ходите на прогулки. Старайтесь ходить в гору по возможности. В вашей стране это непросто. Ходите иметь выносливость? Как эти старые теннисисты? Как Стефи Граф смогла оставаться так долго? Ей пришлось сменить диету. Как Борис Беккер смог оставаться так долго? Как Карл Льюис смог оставаться так долго? Все они сменили диету. Все они перешли на вегетарианское питание с силой растений до звериной силы. Растительные продукты питания дают вам больше выносливости, больше энергии, больше силы, чем любые другие продукты. Если бы я не питался так, как питаюсь, у меня не было бы сил делать то, что я делаю. Я хожу. Я делаю все эти дела. Я так благодарен. До того, как я сменил питание, у меня все было нормально. Я занимался спортом и другими делами, но в конце дня я мог сказать, мне конец. Я измотан, мой мозг помер. И у меня было это вялое состояние из-за прежнего питания. Но с тех пор у меня нет такого состояния. И это потому, что я сосредоточился на нерафинированной пище. И я советую вам сделать то же. Продолжение следует...